43-й год. Это знаменитая автоматическая винтовка Токарева образца 40-го года, АВТ-40. Характерно то, что у них ставилась буковка А. Она позволяла стрелять как одиночным огнём, так и автоматическим. Когда немцы к Туле подходили, рабочий полк был вооружён всем автоматическими винтовками Токарева, и можно сказать, что она спасла Тулу. Немцы в мемуарах потом писали, что не можем воевать с советской пехотой под Тулу, и у них каждый пехотинец вооружён пулемётом. Потому что в автоматический режим, вот видите, буковка А, автоматический режим. Вот так предохранитель. Поставил в автоматический режим, и он очередью 10. Но из-за того, что шёл высокий износ ствола, впоследствии запретили стрелять автоматическим огнём только по разрешению старшего командира. Беревод в автоматическое огонь при отражении массированной атаки. А так только одиночным огнём. Очень хорошая автоматическая винтовка. Немцы очень любили. Очень много трофейных им досталось. И они, наверное, единственные, которые не представляли под свой калибр, брали и использовали как есть. До конца войны немцы так и не смогли подобную создать. Пытались, но по уровню надёжности, точности, эксплуатационных качеств так ничего не создали. Ещё тогда у нас её не оставили на вооружении. Дальше бы воевали, бы воевали хорошую винтовку. Ну, потом пошли, посчитали, что винтовочный патрон избыточной мощности. И начали делать промежуточный патрон, который СКС у нас потом... То есть, грубо говоря, её победил СКС и Калашников, да? Да, да, фактически, да. То есть, такие расстояния большие для мощности патрона уже были не нужны в конфликтах. А сейчас я читал, что мы опять вернулись к тому, что расстояния нужны. Сейчас мы опять к винтовочному патрону уходим. Ну, всё по кругу идёт всегда. С чего стреляем? Куда? Не, я показываю. Да, вот разница. Ну, это холостые, светошумовые патроны, поэтому... Да, вот закрайные, это Мосинский, да? Да. Вот у нас, кстати, единственное, кто на вооружении остались закрайные патроны. Обрез, прообрез. Скажите, что... Обрез, в принципе, это тоже самое. Винтовка Мосинка только их делали для того, чтобы при недостатке короткоствольного оружия. Наган, ТТ, Кольты, Браунинги, да? Они были дорогие, винтовки были после Гражданской войны, после Первой мировой. Очень много в обращении. Много казаков возвращалось. А винтовку прятать неудобно? Да, обрез. Обрез удобненько. А обрезали. Мощь та же, патрон мощный. Ну, понятно, что кучности нет, но большой. Но и, как и для короткоствола, она не нужна. Тебе надо 5-10 метров максимум. А этого хватает на ведение по стволу. Получается, от бедра стрелять, да? Ну, можно от бедра стрелять, да? Ну, чуть-чуть отдача идет сильно. Можно и с одной руки стрелять. Ну, как? Это жуткая штука. Кто как может. Я стрелял с обреза, ощущение, что просто перед тобой граната взорвалась. Пушечка, да, хорошая пушечка. Ты сам теряешься. Пушечка, да, хорошая пушечка.